Время События Люди Города Дороги Сети Мнения Рынки Информация Портал Финверсия Финансовая версия происходящего Вы победитель проекта Финскилс 2018 с проектом Депт Офф Расскажите, как переводится И что это за проект? Проект Депт Офф Если коротко начать с названия То название получилось Из-за того, что мы с этим проектом участвовали На Хакатоне Вконтакте в 2017 году Тогда учредителем Номинации Финтех В котором мы участвовали Была компания Тинькофф А как известно слово Депт Это в переводе на русский долг И собственно при склейке этих двух слов Получилось название проекта Депт Офф За счет того, что часто возникала такая проблема Когда например один из нас По дороге из университета Заезжает в магазин Или там в Макдональдс Или еще куда-то И покупает на всех еду Или еще какие-то предметы необходимости Заходя в квартиру Все это всем раздает И возникает собственно проблема Раздать, ну собрать собственно деньги За свои покупки Плюс не стоит забывать о каких-то походах В кафе, в кино Может какие-то мероприятия Плюс собирать деньги на подарки На дни рождения и так далее И вот за счет того, что мы это все делали В одной группе людей И это довольно действительно частая проблема Которую хотелось оптимизировать И собственно, когда мы поставили себе такую проблематику Как известно, любое хорошее решение Это обязательно решение проблемы Что мы придумали? Мы придумали не только записывать эти долги Как в записную книжку Мы изучили рынок То есть зашли просто сначала Подумали, ну мы же не такие умные По-любому есть уже такая идея Такие приложения Поскачивали всякие разные приложения Из App Store и Google Market Посмотрели, есть какие-то сайты, сервисы И в принципе они все работали по одному принципу Ты просто записываешь себе Чтобы там не забыть Он тебя может напомнить Нас волновала не эта проблема То есть вспомнить о том Что я кому-то что-то должен Это не проблема Действительно, она не лискочка Главный вопрос Это расшивка долгов Расшивка долгов И вот там, собственно, возникала Единственная вещь Благодаря которой мы это все продвинули Это то, что у нас у всех ребят Различные карты различных банков А перевод с одной карты на другую Особенно, если это разные банки Взымается комиссия И, собственно, мы хотели уменьшить количество Этих переводов Чтобы не нужно было я тебе 100 рублей Ты мне 100 рублей И так далее Пошло по цепочке Мы хотели все это пересчитать Ну, мы же программисты Хотели все это сделать красиво И чтобы было это все удобно Ну, в общем, таким образом Это была первоначальная идея И на самом деле Мы вплоть до хакатона Мы не могли придумать Ну, эталонные идеи Как, собственно, это все Оптимальным образом пересчитывать Потому что было изначально не очевидно Что это можно было сделать Оптимальным образом То есть, ну, детерминированно То есть, ну, чтобы не было различных вариантов Казалось, что вот алгоритм может тут так посчитать А тут так И, ну, это плохо Когда какие-то штуки могут повлиять на работу алгоритма Хотелось бы, чтобы это было как раз-таки 100% И гарантированно Чтобы все было определено Сначала мы сделали костяк То есть, вот эту вот стандартную запись За счет того, что эта идея была приведена как атом на ВКонтакте Мы сделали простую регистрацию через, собственно, ВКонтакте То есть, не нужно было регистрироваться Люди, в принципе, не любят регистрации И вводить свои какие-то данные Поэтому ты просто нажимаешь одну кнопку Тебя перебрасывает на сайт ВКонтакте Где нажимаешь кнопку «Разрешить» Все Потом Кокатону, собственно, буквально нас осенило И мы пришли к пониманию того Что это можно математически доказать Что это вещь однозначная То есть, прям при распределении долгов Таких транзакций внутри группы Она однозначным образом всегда перераспределяется Мы сделали мобильное приложение Которое позволяет, собственно, считать этот чек Узнать список продуктов, которые есть в этом чеке И таким образом еще лучше решить эту проблему Которую мы, собственно, изначально решали То есть, заходит один из ребят в Макдональдс Покупает что-то Сканирует чек И сразу выбирает вот этот вот продукт Купил вот этот человек Сразу указывает на него Ну, выбирает его из списка И таким образом распределяет Кому и что он купил Сразу все это в системе пересчитывается И таким образом ты просто заходя туда Тебе не нужно ничего никуда вводить И, в принципе, таким образом Потом ты нажимаешь кнопку пересчитать И все вот это вот Правильно я понимаю В конечном итоге одна транзакция только идет, да? Да, в конечном итоге Собственно, как мы можем доказать Если кому-то будет интересно Не обязательно одна транзакция Но между... Ну, не будет никогда цепочки Будет такое, что либо Один человек должен Несколько Некоторому количеству людей Либо одному человеку должно Некоторое количество людей То есть это либо солнышко То есть когда в центре один человек Который всем должен Ромашка Да, либо наоборот Клубок с иголками То есть одному человеку все должны И, ну, вопрос Сколько таких? То есть из какой-то большой-большой сетки Обязательно получится Вот как раз-таки эти ромашки И клубочки Ну, то есть Понятное дело, что это может быть Просто два узла Ну, вот просто два человека Между которыми есть один долг Но это тоже такой же клубочек Просто он выглядит чуть меньше А вы до сих пор не знаете Как монетизировать эту штуку? Простора для монетизации Очень много Потому что могут там Подключаться, я не знаю Спонсоры Которые могут Свою рекламу Допустим, каким-либо образом Вставлять Предположим Там какой-то банк Под названием Там А, например Он придет к нам И скажет Вот так-то, так-то Нам очень нравится ваш проект Давайте мы Предоставим вам API Чтобы Транзакции Ну, чтобы вы могли Прямо из вашего приложения Проводить эти транзакции С нашим банком Таким образом Если Ну, этим продуктом С этим банком Будет пользоваться Максимально комфортно Потому что тебе даже Не нужно будет заходить Там в приложение на телефоне Или на сайте Ты просто прямо там Сможешь все это делать И таким образом Мы можем от банка Получить какую-то Допустим, прибыль Потому что им это будет выгодно Они будут Лояльно своего бренда Таким образом повышать Рассыпчатый зимний снег Первые весенние ростки Ласковое летнее море Задумчивый осенний листопад Портал finversia.ru Весь год Финансовые новости Для вас У нас русская душа Она такая широкая Вот Я заплатил за тебя Ты заплатил за Машу Машу там Вот В принципе мы Через некоторое время забыли Вот Потому что начинаются конфликты Начинаются какие-то Очень неприятные вещи Есть такое? Ну конечно есть Это действительно Собственно то Почему Нам нравился этот проект Что Нет вот этого Каких-то Реально Ну очень С точки зрения человека И с точки зрения морали Очень неловко подойти Человек сказал Типа Вот ты что-то забыл Про долг Он тебе скажет Нет, нет, конечно Да и в принципе Не зря Ну Пословицы Как известно Они просто так Не появляются И вот Если ты хочешь потерять друга Займи ему денег Займу в долг Это пословица Которая просто так Явно не появилась Ну вы говорите Социально направленный проект Он таким получился Но нужно понимать Что изначально Мы не ставили себе идею Сделать социально значимый продукт Мы делали проект для себя Причем мы делали не просто Чтобы там Повеселиться Или там Получить опыт Мы нашли проблему Свою Ее решили И поняли Что эта проблема Есть у всех Прелесть этого концепта В том что Тебе не нужно Говорить своему другу О том что нужно Не напоминать Потому что Это делает за тебя Сервер Как бы это не я напомнил А сервер Ну как бы мы договаривались Договаривались И ну вот эти вот Неловкие моменты Они нивелируются Действительно И за счет этого Этот пословец Сходит потихоньку Когда нет Еще технический момент А когда я перевожу деньги Комиссию плачу я Или комиссия делится между Перевод полностью На ваших Полностью на ваших плечах Потому что Опять же за счет того Что банки Очень закрыты И у них нету доступа Ну вот у нас нет доступа К банковским операциям С точки зрения Программного обеспечения И сервис просто Подсчитывает это все И говорит Что ты должен ему За счет того Что банки не дают нам Про свое программное обеспечение И доступ к нему Мы не можем встроить Переводы Прямо в наш сайт Если бы опять же Если мы говорим Про перспективы банков Как мы уже сказали Да Если бы они Позволили нам так сделать Это было бы и удобно И нам Потому что Это бы повысило Полезность сервиса И банкам тоже Но сейчас Ты знаешь Что в результате Всех этих там Походов в магазин Ты должен 100 рублей петь И ты просто Открываешь Ну там Можно посмотреть Его номер телефона И ты открываешь Мобильное приложение Свое уже банковское Это как бы Уже к приложению Имеет отношение Это просто Такой Как это называется Эквайринг Или как это называется Правильно Ну в общем Почитывает все И говорит тебе Что ты должен сделать Действительно Сейчас Тренд такой Что стоимость Переводов Удешевляется Поэтому Конечно же А какие там суммы Какие это примерно суммы Но это не 100 рублей Понятно же По разному бывает Вообще Ну если Речь идет Там допустим О повседневных тратах Просто в магазине В Макдональдсе Ну бывает По 1000 рублей Может быть Но за счет Перераспределения У тебя опять же сумма Уменьшается постоянно То есть Человек может Сходить в магазин Вообще на неделю И ты в итоге Будешь должен Ему там 1000 или 2 Но в результате Перераспределения Что-то поменяется Но вот Самая крупная Наша Живая статистика Это когда мы Опять же Ездили на этот самый Хакатон И мы Там Я платил за билеты Один из Там ребят Платил за такси Постоянно Потому что Нам нужно было Очень быстро Перемещаться по городу Кто-то платил За кафе И так далее И мы в итоге Все это Все внесли И пересчитали Ну то есть Там в итоге Итоговые суммы Были там Около 10 тысяч Наверное По-разному Но В тот момент Мы прочувствовали Всю на самом деле Полезность То есть Когда ты Это повседневные Такие траты И они реально Очень быстро Схлопываются И перераспределяются Ты не замечаешь Вот этой всей полезности А когда у тебя есть Ну вот За поездку Мы во время поездки Не выносили данные Но когда за поездку У нас скопилось Приличное количество Этого всего Когда все схлопнулось Было очень приятно То есть Когда у нас Там траты шли Порядка Ну билеты На 5 человек Плюс еще Кто-то С сопровождающими Ездил И вот у нас У всех Каждый сделал Займы На там Ну порядка 30 тысяч Ну предположим Да И в итоге Все схлопнулось так Что только Один человек должен Другому 7500 Это было здорово В этот момент Когда из огромного Количества транзакций Там нужно было Сделать 2-3 Ну вот собственно То ради чего Это было Я хотел задать тебе вопрос А штрафные санкции Предусмотрены? Штрафные санкции Они лежат За счет социальной направленности Они лежат Целиком на плечах Людей Которые пользуются Этим приложением Потому что С нашей точки С нашей стороны Наверное Неэтично Будет вводить Какие-либо санкции Но в принципе Это действительно Неплохая идея Можно вводить Какие-то Допустим Управления Кнопки какие-то Которые позволяли бы Пожаловаться На какого-то Злостного Не плательщика И выводить Необороты Потому что Ты не можешь Вывести человека У которого Есть задолженность В системе В принципе Можно допустим Выделять красной рамочкой Его аватарку Чтобы с ним Никто не имел Таких связей И когда он Все это вдруг Отдаст Тогда Больше не разрешать Ему занимать Ну чтобы Нельзя было сделать так Чтобы он кого-то занял Мы считаем Что это должно Происходить Их силами Потому что Это в их интересах В наших интересах Оптимизировать Их долги Их затрат И сделать Удобный Комфортный сервис А что касается Их взаимоотношений И социальных связей Нам в это Наверное Не стоит лезть Да, совершенно верно Какие силы Манипулируют Экономикой Кто в ответе За падение валют Где находятся Скрытые резервы Что ожидать От рынка завтра Вся палитра Финансового сектора На интернет-портале Finversia.ru Кстати, какие еще Есть ниши Рыночные Ну вот Первое Это Что, как я уже называл Это одногруппники На 5 лет Соответственно Соседи по общежитию Какие-то близкие друзья Которые, допустим Остались со школы Это вот Что касаемо Долгосрочных Скорее Ну то есть 5 лет В плане этого сервиса Это довольно долгосрочные Вещи А что касается Краткосрочных То это, опять же Поездка Она может быть Из разных людей Она не обязательно состоит Из всех тех людей Которые находятся в группе Либо это, допустим Сдать деньги На день рождения Кому-то Либо На 8 марта Всем девочкам сдать Это вот краткосрочные вещи Которые Тоже появляются Да, конечно Которые есть И ты тоже это все учитываешь Когда мы рассматривали Рынок В принципе И все Первоначально Что приходит в голову Это вот студенты Потому что Среди них Больше вот этих Задолженностей Когда тебе 40 лет У тебя есть Серьезная работа Или свой бизнес Тебе в принципе И настолько принципиально Занимать У кого-то Или кому-то Занимать Там скорее идет Именно Ниша Вот этих подарков И походов Ресторан Совместных Это тоже Никуда не девается Но на самом деле Нет никаких проблем В том, что Перейти как-то На позицию выше И подумать Ну вот Внутри Между компаниями же Тоже бывают Допустим В холдинге Да Какие-то холдинги Или какие-то Объединения компаний Там же тоже Допустим Между компаниями Бывают какие-то Займы налоговые Вычеты Я не знаю Все что угодно Это Никаких отличий Между Займом И тебе В принципе нет Потому что Между ними У них тоже есть сети У них тоже есть Один занимает другому Но это не обязательно Займ Это может быть Допустим Платеж Оплата за что-то Но когда мы говорим Займ Это значит просто Какая-то финансовая услуга Я тебе Это не обязательно Займ денег Это может быть Оплата услуги Можно подняться На какой-то Параллель выше И попробовать Посмотреть А может быть Действительно Это можно Опробовать И на каких-то Более крупных компаниях Которые Оплачивают услуги Как-то Каким-то Ну Давайте какой-нибудь Самый банальный пример Придумаем Какой-то человек Который работает В шиномонтажной Он допустим Ездит часто на такси И он оплачивает Такси Яндекс.Такси Допустим Оплачивает Какой-нибудь Может быть Ремонтирует Там Да Ремонтирует машину Вот такая самая Цепочка Один-два Но таким образом Можно посмотреть Гораздо более глобально И какие-то такие Связи цепочки найти Можно долг простить Можно так В этом приложении Простить долг Это то же самое Что Занять этому Человеку В обратную сторону Ну то есть Если вы должны Мне 100 рублей Я в системе ввожу Что А теперь я у вас Беру 100 рублей Но на самом деле Не беру И таким образом Долг нивелируется И как будто бы пропадает И вы можете В описании этого долга Сказать Типа Прощаю долг Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok